Добрый вечер, друзья! Вы на канале врача-психиатра, доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 26 июля, уже 26, ровно месяц, как я говорил о том, как быстро время летит, а это было 26 июня этого года. Ну вот уже месяц и прошел. Быстро. Местное время 0 часов 8 минут, киевская и московская час 8 минут. Ну а я, ведущий этого канала, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение материалов литературы из моей библиотеки. Сегодня я хочу вам зачитать очень интересную работу Владимира Вагнера. Это действительный член московского психологического общества, часто пишущий. Вот. На самом деле он был зоологом. Зоологом. Ну вот. И занимался изучением психологии насекомых, животных и так далее. А вот сегодня я читаю его комментарии, большой комментарий, к работам Ренана и Ницше. Ницше – это немецкий философ, Ренан – это французский, под названием «О звере в человеке». Напечатано в журнале «Вопросы философии и психологии». Книга 57. Март-апрель 1901 года. Москва 1901 год. Итак. Ренан и Ницше «О звере в человеке». Глава 1. В этой статье я хочу сказать несколько слов. Это пишет уже автор этой статьи. Вот. Владимир Вагнер. В этой статье я хочу сказать несколько слов по поводу переоценки правил поведения и попыток указать новые пути к достижению новых целей жизни, в кавычках, взамен, опять в кавычках, утраченных человечеством. Эти пути и цели так же различны, как различные точки зрения, по которым старые оказываются утраченными, в оценку последних мы входить не будем. Что же касается до новых путей и целей, то из них мы остановимся лишь на тех, которые Ренан, французский философ, и Ницше, немецкий философ, пытались создать из биологических воззрений, биологического материала и метода. Биология, взята в кавычки, говорит нам, опять в кавычках, разбила, нет, биология, в кавычках, говорят нам, разбилась сантиментальные заблужения идеалистов прошлого времени, веривших во всеобщее равенство, во возможность общечеловеческого братства по возможности основать на разумном принципе все человеческие учреждения. Дарвинизм, в кавычках, почему-то опять взято, уверяет нас, доказал неизбежность уничтожения сильным слабого необходимость эксплуатации одних существ другими. Не добейте, приписывается дарвинизму. Доказал неоспадимость уничтожения сильным слабого. Ну, а так в жизни и происходит. Еще и Сковорода Григорий писал, да, «выщий, ныщеный». Доказать неизбежность уничтожения сильным слабого, необходимость эксплуатации одних существ другими. А так оно и происходит. Сильный давит, уничтожает слабого. Ну, а существует эксплуатация одних существ другими. Он узаконил, то есть дарвинизм, страшное зло современной культуры, которые являются следствием борьбы за существование и которые именуются в политической экономии принципом разделения труда. Ну, да. Один сильный уничтожает слабого, да, а другой сильный эксплуатирует тоже слабого. Это и называется принципом разделения труда. Правда, все это взято в кавычках. Учение о наследственности, опять в кавычках, говорят нам, показало бессилие учреждений над злой волей человека и научно обосновало природное неравенство людей, реальность высших и нищих рас. Вот вам уже идет и расизм. Наконец, отрицание свободы воли с того момента, как биология выдвинула в защиту этого принципа свои аргументы, получила силу обязательности, и человек явился неответственным ни перед собой, ни перед ближними за то, что делает. Во всех этих выводах изучения Дарвина, в выводах изучения Дарвина в кавычках, много неправды, много ошибок, совершенно очевидны. С тем вместе нельзя не признать, однако, что слова «Ницше», опасность твоя немалая, свободомыслящий и странник. «Ты утратил цель, а вместе с тем потерял и дорогу». Конец цитаты. Оказались не столько грозным откровением, сколько простым констатированием факта. А если так, если старые пути и цели только призраки прошлого, то на место их надо поставить новые. «Если Бога нет», — говорил Вольтер, французский философ, то надо его выдумать. Таких богов теперь оказывается довольно много. Здесь нас занимает только тот из них, которого человеческая мысль пыталась создать из материала, сокрушившего старые кумиры. Эти новые цели человечества, этот новый Бог, по мнению мыслителей, которых мы будем иметь в виду «сверхчеловек», в кавычках, а пути и средства создать его лежат в путях природы, создавшей зверя в человеке. Несмотря на выражение человека, на его падение, как типа, «Ницше», возлагает свои надежды в предстоящей человечеству работе по пути к созданию сверхчеловека на уцелевшего еще в нем, к счастью, людей, зверя. Этот «зверь» в кавычках, по его мнению, почти поглощен «человеком» в кавычках. И задача будущего освободить и восстановить его в человеке-звере. Вот это основное положение Ницше. И задача будущего освободить и восстановить зверя в человеке-звере. Другой тип сверхчеловека принадлежит Ренану, это французы, по мнению которого, однако, как раз наоборот, современный человек, несмотря на культуру, все еще остается прежде всего зверем, а уже потом в малой доле и человеком. Я больше, скажем так, согласен с мыслью Ренана. Задача будущего, по его мнению, создать сверхчеловека, освободив зверя человека от зверя и укрепив в нем зачаток человека. Таким образом, Ренан и Ницше, два мыслителя века девятнадцатого, на долю которых выпало так много страстных нападок и страстных увлечений, хотя и признают выходом из положения, которому современный человек приведен смещением критериев жизни и крушением еще недавно казавшихся твердынями познаний, стремления к созданию сверхчеловека, но исходный то пункт предстоящей работы им кажется весьма различным. Ницше жалеет о том, что человек почти уничтожил в себе зверя, что он гораздо больший человек, чем зверь, тогда как Ренан наоборот сокрушается о том, что в человеке гораздо больше зверя, чем человека. Их взгляд на предстоящую работу человечества представляется тем более интересным, что оба они пользуются во всей аргументации биологическими данными, которыми так часто злоупотребляли и продолжают злоупотреблять после выхода в свет знаменитой книги Дарвина о происхождении видов. Низше едва ли не самый смелый в постановке больных вопросов больного времени писатель. Это писатель-философ, писатель-поэт, говорящий языком страстного чувства и не останавливающийся перед стремлением к тому, что считается истиной в данный момент и потому находясь под влиянием то Шопенгауэра, то Ренана выражает их идеи в форме наиболее резкой, а нередко доведенной до последних пределов крайности. В то же время Низше один из числа философов пессимизма, подчиняющих этику биологии, принцип жизни, становится для него принципом нравственности. Он уверен, что данные биологии обязывают, что данные биологии, вернее, прошу прощения, что данные биологии обязывают нас признать добро, в кавычках, силой, зло, в кавычках, слабостью, что нам нужны не довольство, а власть, не мир, а война, не добродетель, а дело. Это цитаты из его книги «Антихрист». Силуэту, однако, должно искать не в науке, ибо культура ума, называемая просвещением, дает только отрицательные результаты, не в познании, ибо познавший самого себя собственный палач, говорит, его Заратустра, а попытки основать культуру на знании оказались бесплодными и не в искусстве, хотя под влиянием Ренана он и писал одно время, что бытие и мир имеют вечное оправдание, только как эстетическое явление. «Все хорошее», говорит Ницше, инстинктивно и следовательно легко, необходимо, свободно. Лучше из нас, считаем мы в другом месте у Ницше, быть может, унаследовано от ощущений прошлых времен. Солнце уже зашло, но небо нашей жизни еще за Ренуием, хотя мы его не видим более. Конец цитаты. Таков в общих чертах Ницше. Сила, красота и образность его языка, определенность, форму, философии, пессимизма, тесная связь с различными направлениями работавшей на этой почве мысли, стремление следовать за добытыми биологией выводами, наконец, самое отсутствие цельности и системы в его сочинениях различного времени, все это вместе делало его горячую проповедь заманчивой и интересной. Другой вопрос, поскольку она убедительно вопрос, Ницше положил в ее основание двоякого рода данные культурные и биологические. Что касается культурных, то они сводятся к подбору фактов, которые дают Ницше основание утверждать, что культура цитата ведет нас к племени карликов с одинаковыми правилами и требованиями. Конец цитаты. Дальше. Нет яда более ядовитого, говорит устами Ницше его герой Зара Тустра. Книга сумерки кумиров. Чем мучение равенства, ибо оно проповедует как бы во имя самой справедливости, между тем, как оно является концом справедливости. Равным равное, неравным неравное, таков должен быть истинный принцип справедливости. Коммунистический шаблон Дюринга, утверждающий, что всякая воля должна считать равной всякую другую волю в разъебной жизни принцип. Конец цитаты из Ницца. Демократическое движение, продолжение цитаты, не только несовершенная форма политической организации демократическое, но упадок, или вернее принижение человека, оно превратило бы людей в карликов с одинаковыми правами и требованиями, общественный строй в автономное стадо. И что всего печальнее, это совершенная бесплодность таких жертв индивида, так как его права приносятся в жертву какой-то фикции, лжи, чему-то несуществующему, на самом деле, нравственные предписания могли бы претендовать на обязательность, если бы существовала общепризнанная высшая цель жизни, из которой эти предписания вытекали бы как логические следствия. Но такой цели не существует. Идея сострадания, как начале нравственности альтруизма не выдерживает критики, ибо сострадание основано на чувстве эгоизма, а отнюдь не представляет самозабвение, как это ошибочно утверждает Шопенгауэр. нравственность альтруизма, основанная на симпатии, сострадании к ближнему, на самоотречении, самопожертвовании и подчинении своей личности, интересам общества или человечества, есть нравственность среды с пониженной жизнеспособностью, нравственность того именно стада, которому нища питает такое глубокое отвращение. Это что данные культуры самым решительным образом расходятся с ним, этого доказывать вновь не приходится, так как это уже много раз было доказано с достаточной убедительностью. Что же касается биологии, то хотя нища и вменяют в особую заслугу его попытки ввести в философию этот элемент знания, нельзя не сказать, что попытки эти представляют собой не больше как ряд ошибок и свидетельствуют только о крайнем делентантизме философа в области этой науки. Дарвин впервые высказал научно обоснованную мысль о том, что зверь в человеке есть и что он составляет рудимент или остаток его удаленной истории, с которым вел ожесточенную войну его культуру. С которым вела ожесточенную войну его культура. Взгляд этот скорее сделался общественным достоянием и мы встречаем его не только у натуралистов, но и у таких писателей, как Мапасан, Золя, а у нас в России Чехов и Горьки, что этого зверя в человеке составляют его инстинкты, чуждые, его разумные, духовные, природы. Против этого едва ли можно возразить что-нибудь существенное. Само собой разумеется, что блестящая характеристика этого зверя, который дает низшее, еще не может служить основанием считать его философом, биологом. Этим основанием служат законы биологии, в кавычках, которые он включает в свою философскую аргументацию и которые, по его мнению, обязывают нас к действиям, обеспечивающим человечеству на рождение сверхчеловеков. Таким законом, в кавычках законом, как мы сказали выше, ниже, считает тот, по которому цель вида переход его в тип высшего порядка. Нужно ли доказывать, что такого закона биологии не существует и что идея Ницше представляет собой частью повторения ошибок арена, полагавшего, что природа стремится к созданию совершенного типа, частью представляется самостоятельной, так как присоединяет к сделанной ошибке другую, навязывающую виду, в кавычках, несуществующие цели. Биология не дает ни малейшего права утверждать что-либо подобное. Природа отнюдь не заботится исключительно о созидании совершенных типов, принося им будто бы в жертву типы менее совершенные. Она одинаково заботится, или вернее, одинаково безразлично, как к гению, так и к солитеру, к листу, который в нем может паразитировать, предоставляя каждому устраиваться как могут в условиях жизни. Устроились, приспособились прекрасно, светите и множьте по мере сил и возможности. Нет, идите на смарку. Нужно ли доказывать поэтому, что биология ничего не дает для основания гипотезы Ницчевского сверхчеловека. Философ, однако, исходя именно из сказанного «закона» в кавычках, строит свою систему мировоззрения и приходит к следующим конечным заключениям. Общество, по мнению Ницче, должно существовать не ради общества, но в качестве почвы, на которой мог бы развиться сверхчеловек. Не бороться с инстинктами, приглашает он в интересы будущего, а наоборот, развивать инстинкты, ухаживать за ними, искать и растить их должно человечество, если хочет достигнуть высшего развития. Цитата «Жесткость, насилие, рабство, опасности для жизни и духа, все ужасное, деспотическое, хищное и змееподобное в людях, также способствует поднятию человеческого типа, как и противоположные им качества». Конец цитаты. «Назад к природе» в кавычках в его устах равнозначащие, вверх природе, ибо до сих пор только самые сильные и самые злые натуры вели человечество вперед, снова воспламеняя засыпающие страсти. Ради полноты развития этой гениальной, могучей и прекрасной личности масса обрекается на участь рабов и орудий, над которыми все дозволено до неумолимой жестокости включительно. Человек наших дней должен быть неумолим и свободен от всяких цепей, ибо все и самая нравственность, ибо все и самая нравственность для него. Новые идеалы жизни должны быть противоположны господствующим. Не общество и его интересы должны быть руководителями и повелителями индивидуума, так как у человечества нет еще цели, которая определила бы смысл его существования, а высшая личность должна быть хозяином общества, личность должна царствовать без ограничения свободы своим стремлением руководять только страстями и желаниями. Высшей целью индивидуума, при этом целью лежащей за пределами индивидуальности будет возвышение человека до сверхчеловека. Согласно этому новому идеалу жизни и пути к его достижению должны быть новыми. Этими путями призваны служить те, которые делают возможным появление сверхчеловека. Нужно преследовать и мучить людей, доводить их до крайности, возбуждая одних против других, народ против народа, в надежде, что в то время, когда воспламенится могучая энергия, зажженная страстями, тогда быть может из-за летающей в сторону искры вспыхнет свет гения. Конец цитаты. Находится сверхчеловек восклицательный знак. Но, по сути, дело так и происходит. Вот я читаю. Нужно преследовать и мучить людей, мы это все видим, доводить их до крайности, мы это все видим, возбуждая одних против других, мы это видим, народ против народа, мы также это видим, в надежде, что в то время, когда воспламенится могучая энергия, зажженная страстями, тогда быть может, из отлетающей в сторону искры вспыхнет свет гения. Народится сверхчеловек. Ну, вот такая философия ничья. Безумная смелость, мстительность, хитрость, хищничество, властолюбие, которые считаются опасными для целей общества и государства, также необходимы человечеству теперь, как были необходимы и раньше. История цивилизации поработила зверя в человеке, а он необходим для целей, которые ставит человечеству философ, ничья, и человечество к счастью своему еще сохранило зверя в себе. Ничья радуется, что люди, которых так сдерживают обычаи, почитания, благодарность и еще более подглядывания друг за другом, взаимная ревность и подозрительность, и которые с другой стороны в отношениях друг к другу так изобретательны в самообладании, деликатности, верности, гордости и дружбе те же самые люди в отношении к тому, что для них чужое не лучше отпущенных на свободу диких зверей. Они наслаждаются свободой от всякого общественного гнета, они считают себя в пустыне, обеспеченными от напряжения, которое приносит с собой долгую жизнь в заперти и приобщение к общественности. они вновь обретают невинность хищных зверей как торжествующие чудовища. Философия Ницше. Заключение это было бы действительным, если бы вытекало из закона биологии, а не из ошибки, которую Ницше в качестве закона положил в основу своей аргументации. История и жизнь свидетельствует нам с одинаковой убедительностью как то, что в человеке есть зверь, который еще не укращен культурой, так и то, что культура эта направлена на укращение зверя в человеке. А если это так, если такое направление культуры не мешает процветанию вида, то следуя методу биологии, мы должны признать за этим направлением естественность и нормальность, ибо процветание вида представляет лучший критерий нормальности условий его жизни. Человек уже теперь, человек с рудиментарным или остаточным зверем, чтобы сделаться тем, чем он должен быть, ему предстоит только отделаться от старого наследства. Выражая эту мысль языком Ничи, каким он писал в более ранний период своей жизни, «Утренняя заря», его произведения, мы повторим вслед за ним, что доверять инстинктам и прислушиваться к их голосу, то есть инстинкту, значит слушаться своего деда, своей бабушки и их родителей более, чем богов, скрытых в нас самих, то есть собственного разума и опыта. Интересно, что Ринан, исходя из того же «закона» в кавычках биологии, в силу которого природа будто бы стремится к созданию совершенного типа, приходит к идее о сверхчеловеке, обладающем качеством, резко отличным от тех, которым своего сверхчеловека наделил Ницше. Ну, вот это я, глава первая, это вкратце в освещении Владимира Вагнера, значит, я вам зачитал философию Ницше, сверхчеловека. Глава вторая. В то время, как Ницше считает нужным в человеке звери прежде всего убить человека, это Ницше, развивая зверя, и таким образом получить сверхчеловека, Ринан считает необходимым в звере человеке убить зверя, развивая гений, и таким образом получить сверхчеловека Ринана. Еще раз считаю, в то время, как Ницше считает нужным в человеке звери, в человеке звери, прежде всего убить человека, развивая зверя, и таким образом получить сверхчеловека под названием Ницше, сверхчеловек Ницше, то Ренан считает необходимым звери-человеке убить зверя, развивая гений, и таким образом получить сверхчеловека Ренана. Отсюда понятно, почему Ницше требует начинать историю Сызнова, его идеалы закатились, и почему Ренан требует развития старой культуры, которая внесла в зверя элементы человека, и которая тем самым доказывает, что может привести его к конечной цели прогресса. Предположим, говорит Ренан, банкирскую фирму, существующую от века, если бы она имела малейший недостаток, в своем основании она бы лопнула. Если бы баланс Вселенной и человечества, в том числе ибо речь идет, собственно, о нем, не заключался с прибылью в пользу акционеров, она давно прекратила бы свое существование. Из великого оборота добра и зла получается прибыль, благоприятный остаток. Этот излишек и есть резон де тре мира, то есть человечество, основание для его, то есть его культуры, сохранения. Идея, вполне соответствующая тому заключению, которому нас привела биологическая справка по поводу цитируемого Ницше биологического закона, мы не имеем. Поэтому ни малейшего основания сомневаться в ее истине и отправляясь от нее, последуем далее по пути соображений Ренана, которое привело философа к его типу сверхчеловека. Значит, в двух словах, в XIX веке два философа создали два типа сверхчеловека. Один нищий, убить в человеке зверя человека и сделать его сверхчеловеком типа Ницше и Ренана, убить в человеке зверя и сделать его сверхчеловека типа Ренана. Ну вот так, чтобы вам понятно было. Тип этот Ренан устанавливает, как и Ницше, исходя из данных истории и биологии. Данные истории приводят его к заключению, что мировой процесс есть процесс разумного развития, имеющий определенную идеальную цель, и что история этого процесса есть стремление к идеалу, предзаложенному во самом ее основании. Эта часть воззрения, заимствованная у германских метафизиков, представляется очень туманной и малоинтересной, вследствие чего мы обходим ее молчанием. Это Вагнер. Гораздо важнее та часть воззрения на этот предмет, из которой мы, за некоторыми сокращениями, можем получить следующую доктрину, то есть доктрину Ренана. История человечества представляет несомненный прогресс духа, разума и знания, из чего, по мнению Ренана, является необходимым допущение мировой воли или мировой души, которая постепенно развивается в формах мирового бытия, осуществляет в них свои цели и в человеке пробуждается к сознанию. Конечный предел мировой эволюции есть совершенное осуществление божества. В этом смысле Бог скорее будет, чем есть. Он находится в процессе развития. Осуществление идеи и идеалов, осуществление объективного разума в мировой истории представляется Ренану, безусловно, достоверным. Он глубоко верит в конечное торжество человеческой культуры, в достижение всех мечтаний человека, в организации Бога. Взято в кавычки организации Бога. Любопытны следующие строки мыслителя. Существо всеведущие и всемогущие, каким бы мы ни представляли его себе, видели существа, наслаждающегося через все, и через которое все будут наслаждаться, видели индивидуальности, достигшей высшей силы, или, наконец, как равнодействующую миллиардов существ. Существо это будет последним термином эволюции. Термином, термином, не знаю, ударение не ставят. Вселенная будет бесконечно полипняком, цитата из Ренана. Вселенная будет бесконечным полипняком, в котором все существа, когда-либо существовавшие, срастутся в своем основании и будут жить за раз своей жизнью и жизнью целого. Это слова из его произведения «Диалогес», страницы 125-128, то есть Ренана. Интересным я считаю, что воззрение, потому что оно совпадает в некоторых частях с теми воззрениями, которые вытекает из учения о человеческом обществе как организме, или, вернее, более или менее резко обособленном элементе огромной биологической индивидуальности, огромного организма, называющегося человечеством, которое, как плазмодий высшей конструкции, покрывает суши, подобно плазмодию, покрывающему участки дня, дна океанов. Итак, конечной целью человечества, целью в достижении, к достижению которой оно должно стремиться, представляется сверхчеловек, которого основным признаком будет его гениальность. Это концепция Ренана. Итак, повторяю еще. Итак, конечной целью человечества, целью, к достижению которой оно должно стремиться, представляется сверхчеловек, которого основным признаком будет его гениальность. Правда, история немного дает нам для того, чтобы признать это положение доказанным и не указывает путей и средств, которыми задача, поставленная Ренаном, могла бы получить свое решение. Философ поэтому ищет доказательства истины и путей к решению задачи в области биологии. Он начинает с указания на то, что природа жертвует целыми видами, чтобы другие могли найти лучшие условия своей жизни. Цитата из него. Личности в человеческом должны процветать. А для того, чтобы они могли процветать, надо, грубо говоря, уничтожить нищие индивидуальности. Вот это философия Ренана. Из этих «положений биологии» взята в кавычках. Ренан выводит ряд заключений, которыми доказывает, что его гипотетический сверхчеловек находит не только свое оправдание в данных биологии, ссылка на биологию, но что последнее указывает и самые пути к решению задачи. Вот ход аргументации Ренана. Культура и ее прогресс, говорит ученый, необходимы именно такими, какова ни суть, с тяжким неравенством членов государства, с владычеством одних над другими, с горем и страданиями, вытекающими отсюда. Необходимы потому, что природа для получения высшего типа жертвует нищими. И потому, что конечная цель человечества – сверхчеловек. Неравенство, говорит Ренан, есть необходимое условие прогресса, неравенство. Оно, собственно говоря, и существует. Оно существовало, существует и, с моей точки зрения, и будет существовать. Почему социализм, почему коммунизм – это утопия? Потому что там равенство. Понимаете, равенство. А равенство – это, конечно, конец. И социализм показал. Это не путь развития человечества. Все-таки неравенство, оно и является двигателем, скажем, развития человечества. Значит, неравенство, говорит Ренан, есть необходимое условие прогресса. Если угодно, самая его цель. Поскольку он стремится к созданию высших форм. Ну, я вам хочу сказать, лучших форм. Ибо эти высшие формы нуждаются в нищих. Как в своем материальном условии существования. Нищие должны поддерживать, а работать на высшие. Ибо эти высшие формы нуждаются в нищих, как в своем материальном условии существования. И должны подчинять, порабощать их себе. Но так оно и получается. Богатые порабощают бедных. Сильные порабощают слабых. Сильные уничтожают слабых. Скажем так, вот Россия сейчас уничтожает. Кого? Украину. Сильный, здоровый, более молодой. Скажем, Трамп, да, уничтожал более слабого, больного, да, дряхлого. Байдена. Вот вам. Философия Ринана. Значит, неравенство, говорит Ринан, есть необходимое условие прогресса. Если угодно, самая его цель. Поскольку он стремится к созданию высших форм, лучших, качественных. Ибо эти высшие формы нуждаются в нижших, как в своем материальном условии существования. Высшие формы будут существовать за счет нищих. Нищие будут. Ну, так оно и есть. И должны подчинять, порабощать их себе. Высшие формы должны порабощать нищие формы. Ну, скажем так, богатые, развитые, умные, гениальные, должны порабощать идиотов, да, полудурков или слабоумных, или от природы, скажем так, недалеких. А мы это и видим. Материальный труд, если должен быть рабом умственного, духовного труда. То есть, духовный труд должен иметь в качестве слуг рабов материальный труд, ручной. Нищие расы должны быть рабами выше, паринану. Нищие расы должны быть рабами выше. Ну, а что вот Россия смотрит на Украину, как на нищую расу? Американцы на весь мир смотрят, как на европейцев, как на нищие расы, хотя составленные из всего мира. Понимаете? Вот вам и всё. Так. Материальный труд есть и должен быть рабом умственного. Нищие расы должны быть рабами выше. Позволительно прибегать даже к муту, чтобы заставить их строить пирамиды. Позволительно быть тиранами, чтобы доставить духу его торжество. Это вот цитата из произведения Ренана. Поскольку вяжется такая идея с данными культуры и цивилизации, это вопрос особый. Но что он не имеет данных биологии, никакого оправдания, это никакому сомнению не подлежит. То есть этого нет в законе биологии. Начать с того, что самый вопрос о свойствах, совершенной форме, противоположной, нищей, вовсе не так прост, как он кажется Ренану. Особенно в тех случаях, когда речь идёт об определении относительной высоты организации в представителях разных типов. Здесь никакие критерии, никакие пробы, даже самые решительные, каковую Дарвин справедливо считает победу в борьбе за существование, не помогут делу. Правда, когда вопрос этот может быть сведён не к разным, а к какому-нибудь одному типу животного царства, то дело значительно облегчается. Ну и тут мы можем иметь в виду лишь вопросы самого общего характера, а отнюдь не частности. Лучим из критериев для решения задачи в этих условиях Дарвин признаёт степень обособления отдельных органов в зрелом состоянии, их приспособления к отдельным отправлениям, то есть специализация органов. Исходя, например, из того положения, что все позвоночные животные, снабжённые истинными лёгками, произошли потомственно от древнего, дышавшего жабрами прародителя, снабжённого плавательным пузырём, мы можем принять рыб, двояко дышащих формами, более совершенными, сравнительно с теми, которые дышат жабрами. Или, например, принимая во внимание, что костяной скелет является и филогенетически, и онтогенетически позднее хрящевого, мы можем признать форму тем более прогрессивными, чем большая часть скелета во взрослом состоянии подвергается окостенению. Но и при этих условиях затруднения остаются по существу весьма значительными. Ссылка Дарвин, происхождение видов, страница 103, 266. Если, говорит Дарвин, в другом месте при климате приблизительно неизменном, эоценовые жители какого-либо края света вступили бы в борьбу с нынешними жителями этой же или иной страны, то эоценовая фауна и флора, конечно, была бы побеждена и уничтожена. Тоже было бы с вторичной фауной при встрече с эоценовой, с полиозойской, при встрече со вторичной. Обращаясь от данных палеонтологии к фауне современной, мы видим, например, следующее. Европейские организмы распространились в Новой Зеландии и захватили там места, занятые прежде другими организмами. Судя по быстроте, с которой совершился этот процесс, Дарвин с полным основанием полагает, что если бы все животные и растения в Великобритании были вывезены в Новую Зеландию, то множество великобританских форм прижилось бы в Новой Зеландии и истребило бы многих ее природных жителей. Ну, имеется в виду не людей, а растения и животных. С другой стороны, утверждает Дарвин, судя по тому, что ныне происходит в Новой Зеландии, при столкновении животных и растений, туда привезенных с местными животными и растениями, мы можем сомневаться в том, чтобы при перенесении всех новозеландских форм организмов в Великобританию, многими из них удалось захватить места, ныне занятые нашими природными растениями и животными. Хотя в некоторых случаях, как это доказывает позднейшее наблюдение, это и возможно доказывается сейчас. Определенные типы комаров, ос, то есть животных и животного мира, насекомых и так далее, завозятся кораблями и так далее в Европу и, кстати, подавляют местные виды. Местные виды размножаются и подавляют местные виды. Совокупность данных, во всяком случае, дает нам основание считать фауну и флору Великобритании более совершенными, чем фауну и флору Новой Зеландии. Но присовокупляя и Дарвин, самый искусный натуралист, рассмотревший виды этих двух стран, не мог бы предсказать такого результата. Другими словами, добавлю от себя это уже Вагнер пишет, ни у одного натуралиста нет критерия для решения вопроса ни о большем или меньшем совершенстве организма, едва лишь от общей характеристики мы переходим к частностям. Не в том, что именно делает его стойким в борьбе за существование при данных условиях. Перенося этот вывод к гипотезе Ринана, мы получаем право утверждать, что природа не дает ровно ничего для решения вопроса о его сверхчеловеке. Ему не было ни малейшего основания апеллировать к биологии. Предлагаю считать сверхчеловеком именно тот тип, который обладает качеством, по мнению Ринана, единственно совершенным. Таких качеств может быть не одно, а несколько в определенном и гармоническом сочетании, которое одному может представляться в одной, а другому в другой комбинации. Но если бы мы и признали, что сверхчеловеком должна действительно считать тот тип, который под ним разумеет Ринан, у него нет основания утверждать, что природа будто бы озабочена единственно тем, чтобы достигнуть высшего результата путем пожертвования низшими индивидуальностями. То есть, если перевести на понятный язык, то есть, что природа, да, будто бы, значит, у нас, у Ринана нет никакого основания утверждать, что природа будто бы заботится и думает только о том, чтобы достигнуть высших результатов путем уничтожения низших индивидуальностей. Дарвин не один раз подчеркивал, что его учение не имеет ничего общего с теорией непрерывного совершенствования. Невнимательных читателей его книги вела в заблуждение постановка вопроса о происхождении видов от низших форм к высшим. Естественный отбор является здесь как бы орудием совершенствования. Это справедливо до тех пор, однако пока мы под совершенством разумеем совершенство соответствия организма к условиям жизни, а не совершенство в смысле исключительно прогрессивного развития организма. Рыба с этой точки зрения не менее совершенна, чем обезьяна, хотя организация ее и уступает последней с точки зрения прогрессивного развития организма. Ошибка Ринана повторяется многими и до сих пор, Несмотря на то, что биология давно уже указывает на огромное значение регрессивного развития, как одного из орудий борьбы за существование. Если прогресс увеличивает силу совершенствующего организма, то и регресс, то есть общее понижение организации и всего уровня жизни в значительной мере увеличивает и при том нередко до громадных размеров шансы в борьбе за существование. В двух словах, если идет совершенствование и создание новых совершенных типов, то для того, чтобы несовершенным типом выжить и сохраниться, им надо регрессировать, то есть продолжать упрощаться. Вот так приблизительно можно понимать. Бесконечное разнообразие, подавляющее число особей, изумительная живучесть паразитов служат тому доказательством неопровержимым. Но, может быть, Ринан, мало знакомый с биологией, и потому, сделавший неверные на нее ссылки, не совсем ошибается в самой своей идее сверхчеловеки и возможности осуществить на Земле появление сверхчеловека, если идея эта не находит в себе поддержки в явлениях естественного отбора, то, быть может, она окажется осуществимой путем отбора искусственного, который, в конце концов, сполна, может быть, вытеснит с собой отбор естественный. Но пока... Нет, правда, искусственный отбор, конечно, тоже идет. Ну, скажем так, вот взять меня, да, 7 месяцев. Если бы не было вот этих условий, медицина и так далее, и так далее, то я бы уже давно умер. Значит, все же таки, это уже не естественный отбор. То, что я живу и дожил до 80 лет, это результат не естественного отбора. Отбора искусственного. Искусственный отбор. Без искусственного отбора. Понимаете? Это искусственное, это не естественное. По естественному отбору я должен был умереть. 8, там, 9 лет. А я дожил до 80. Если почему, благодаря медицине, благодаря тому, что был инсулин, благодаря тому, что были врачи, что была медицина, и так далее, и тому подобное. Так. На этой почве вопрос о совершенстве получает условное значение, и ничто не мешает заботиться о выработке путем подбора гениального человека, принося в жертву этой цели в том же смысле искусственного отбора условно нищие типы организации. Известно, что искусственный отбор, то есть отбор, поддерживаемый человеком, может привести к созданию форм с признаками, не только не удовлетворяющими требованиям естественного отбора, но даже идущими вразрез с этими требованиями. Вопрос о совершенстве здесь уже решается не природой или естественным отбором, а человеком, который этим путем может выработать формы с точки зрения естественного отбора, сполна уродливые, каковыми являются, например, бруссельская капуста, йог-ширская свинья и так далее. Однако в этом случае, или скажем так, да, скрещение Мичурина, да, вот его овощи и фрукты. Однако и в этом случае природа иногда подает свой решающий дело голос. В вопросе о сверхчеловеке Ринана голос этот, по-видимому, против создания сверхчеловека, а не за него. Дело в том, что бывают уклонения, которых внутреннее несовершенство с точки зрения гармонического строя организации, таково, что никакой искусственный подбор удержать его не может. Несовершенство это указывается природой двумя способами, одинаково наглядными и крутыми. Первый из них называется пресечением, второй – вымиранием. Под пресечением, разумеется, гибель форм в самом начале их возникновения отсвели, не успевши рассвесть. Подбор свидетельствует этим, что уклонение, проявившееся в данной форме, является не только не гармонизирующей среды, но явно вредным для данных условий времени и места. Под вымиранием, разумеется, гибель формы при прежних условиях, обладающих признаками, вполне благоприятными для развития и процветания их, но с возникновением новых в борьбе за жизнь организмов, оказавшегося не на высоте задачи. Эти призванные, но не избранные формы первоначально уменьшаются в количестве обычный предвестник вымирания, а затем исчезают вовсе, так как, и это неизбежно, усовершенствованные потомки постоянно будут стремиться вытеснить своих несовершенных предчестников с полей жизни или конкурентов прежних, переходя от этих данных к биологии, к гипотезе о сверхчеловеке и принимая во внимание, что гениальность не наследственна, как об этом свидетельствуют многие, не подлежащие сомнению факты. Мы веду соображение о вредных уклонениях в искусственном и естественном подборе, отмечаемых природой путем пресечения в потомстве, получаем право полагать, что уклонение, которое известно по терминам гениальности в условиях времени и места, не может быть признано уклонением гармоничным и целесообразным. Здесь уместно будет напомнить мнение Легрена, по которому гением может быть вырождающийся. Свидетельство Ламброзо, указывающего рад гениев человечества, являющихся в то же время матоидами, ну, скажем так, моральными уродами. Утверждение французского учения Ла Сега, что гений – это нервное расстройство. В самом деле известно, как достоверное, что неуравновешенный мозг часто может быть способен гениальным мыслям, неуравновешенный мозг, гениальность встречается наряду с различными болезнями ума, и гении по всем отраслям знания неизмеримо чаще были невростыниками и психопатами, чем люди нормальными. Не без основания, поэтому Морро утверждает, что гений есть невроз, чаще всего невроз и пахандрии, Камоэнс, Байрон, Гюйгенс, Мольер, Жан-Жак Руссо, Свифт и многие другие, свидетельствуют об этом с достаточным красноречием. Мы отнюдь не можем согласиться с Максом Нардау в том, что гениальные люди будто бы приносят человечеству только вред, что они только ослепляют, и что глубокое влияние, которое они, к несчастью, оказывают, всегда вредно, так как конечная их цель всегда пропасть или пустыня, а их роль – роль блуждающих огней, заводящих человечество в трясину. Напротив, мы полагаем, что гениальные люди являются могущественным фактором человеческого прогресса и считаем соображения Нардау ошибочными, потому что они основываются на преувеличенном мнении критика о значении мысли отдельного лица в жизни человеческого общества. Эти мысли хотя бы и гениальные, только один из факторов жизни, очень важный, конечно, но всё же только один из очень и очень многих её слагающих. Сумма этих факторов неизмеримо сильнее любой гениальной мысли и целого ряда гениальных людей. Всего нагляднее, справедливость этого заключания вытекает из того обстоятельства, что эти гениальные мысли и оказывали прямое влияние на жизнь, то есть на данные формы житейских отношений, международных, политических, социальных, семейных, то влияние это происходило крайне медленно, с периодическими задержками и приостановками. Наоборот, данная форма жизненных отношений с чрезвычайной быстротой обращает в свою пользу результаты гениальной мысли и ассимилирует их, если такая ассимиляция своевременная и целесообразна. То есть, что хочет сказать Владимир Вагнер? Что гениальная мысль не может победить обычную, заурядную. А вот заурядная или существующая форма обычная, заурядная жизненных отношений с чрезвычайной быстротой обращает в свою пользу результаты гениальной мысли. То есть, гениальная мысль, она вписывается, она поглощается, она утилизируется, она ассимилируется обычной, стандартной, гениальной. Если такая ассимиляция своевременная и целесообразна, Нордау, как человек, профессионально занимающийся мыслями людей, делает поэтому обычную ошибку, ошибку профессионалиста, утрируя, удестеряя значение того дела, которым специально занят. Мысли сами по себе не привести жизнь к желаемому концу не могут, не совратить ее в сторону и привести в пустыню так же не могут. Гениальные мысли могут служить человечеству, источникам света. И жизнь воспользуется гениальными мыслями, поскольку это в данный исторический момент культуры ей необходимо и возможно. Подводя общий итог учению Ринана о сверхчеловеке как цели человеческой цивилизации и средства идти навстречу этой цели путем подбора определенных уклонений, мы должны категорически высказать, что данные биологии, в которой автор обращается на пути своих рассуждений, и не только ничего не дают для их основы, но с большей или меньшей определенностью идут в разрез с этими рассуждениями, то есть с рассуждениями Ринана. Биология, устанавливая закон трансформации организмов, ни минуты не сомневается в возможности развития типа человека более совершенного, чем современной нашему поколению, но она не дает критерия для определения такого совершенства. Те же данные хотя бы и отрицательного характера, которые мы можем извлечь из нашей науки, дают право полагать, что этим типом, этим сверхчеловеком будет не гений, в том смысле, в каком мы его встречаем в нашей жизни. Последнее не нуждается ни в сверхчеловеке Ринана, у которого ум болезненно восприимчивый и властный, поработил все остальное, ни еще того менее, ни в сверхчеловеке Ницше, так как уменьшение зверя в человеке, который оплакивает Ницше, не только не мешая сводить концы с концами колоссальной банкирской конторе человечества, но еще и процветая, тем самым свидетельствуя, что уменьшение счетов по данной статье представляет дело нормальное и обещает акционерам только прибыль. Нужен, стало быть, не сверхчеловек, и стремиться надо не к тому, чтобы в человеке звери восстановить зверя. Это теория Ницше. А в звере, в человеке, вместе со зверем, убить и человека. А нужен нормальный человек, и для этого, прежде всего, нужны нормальные условия жизни. Владимир Вагнер. Ну, вот такая статья. Интерес. С моей точки зрения интересный. Во-первых, она все-таки вкратце, да, описывает философию Ницше по созданию сверхчеловека. Убить человека, да, и усилить зверя в человеке. Это теория Ницше. И теория Ренана. Убить зверя. И убить нормального человека, а создать какого-то гения, сверхчеловека, понимаете? Поэтому, что пишет Владимир Вагнер? Нужен просто нормальный человек. А для этого, прежде всего, нужны нормальные условия жизни. Ну, вот так вот. Слушайте. На этом я, доктор Джордж Горбатов, совершаю чтение этой статьи Вагнера, посвященной описанию, оценке, критике теории сверхчеловека Ницше и сверхчеловека Ренана. Интересная вещь. Ну, философская, естественно. Не каждый может слушать. Но я все-таки размещаю и эти вещи. Поскольку это психология. Философия – это же, в общем-то, психология. И многие положения, и дарвинские, и нитшианские, и ринановские, или ринановские, вот, они, в общем-то, имеют место. Имеют место. Имеют. Поэтому это только, скажем так, эта статья, она описывает. Она цена чем? Что она показывает, описывает, разъясняет нам, значит, теорию сверхчеловека Ницше. Это убить человека и возродить зверя. И теорию Ренана. Убитие зверя, поскольку, по данным, по теории Ренана, в человеке слишком много зверя. Убитие человека и создать гениального какого-то сверхчеловека. Понимаете? Ну, а кто прав Ницше, кто прав Ренан, или прав даже, скажем так, Владимир да Вагнер, кстати, он как раз биолог, он, скажем так, зоолог, да, он занимается, занимался зоологией и специально вопросом о психологии животных. Это уже судить каждому читателю. По крайней мере, мы видим мнение Ницше, сверхчеловек. Слишком мало зверя в человеке, культура его, скажем так, сделала, скажем так, более человечным. Вот надо зверя поднять, сверхчеловек. Ренан наоборот, что культура, культура убила зверя в человеке. Вернее, что культура не смогла убить зверя в человеке. Что всё-таки, несмотря на прогресс и развитие человека, зверь всё-таки преобладает его очень много в человеке. Кстати, я больше, конечно, согласен с мнением Ренана. И что нужно создать нового, надо убить этого зверя, создать какого-то сверхгения, какого-то особого человека. Ну и мнение Владимира Вагнера, который говорит, нам не нужны ни нищанские сверхлюди, нам не нужны ни ренанские сверхлюди, нам нужны обычные люди. Обычные люди. Но для этого нужны обычные условия. Кто прав, судить вам. всё, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю вещения, прощаюсь с вами, слушайте, кто хочет, кто увлекается философией. Я старался там дать, значит, по возможности объяснение, разжевывал, чтобы понятнее было, потому что очень много, естественно, непонятного и так далее. Слушайте. Спокойной ночи. Спокойной ночи.